всех приветствую в преддверии такого священного праздника 9 мая мы собрались чтобы прочитать записки моей бабушки который уроженки деревни лебяжи осаново которая свое детство провела предвоенные военное детство провела в этой деревне и вот мы нашли в архивах своих ее записи ее воспоминания она в общем то достаточно подробно описывал какие-то такие вещи может быть незначительные но сегодня нам конечно очень интересно об этом узнать как когда люди жили в общем то такие подробности вот житейские и особенно для детей может быть сейчас это было бы очень интересно послушать как дети в дуги дети войны пережили эти в это время и что они об этом помнят вот такие записки такая тетрадочка такие тетрадные листочки старые совсем интересно что здесь написано первые точки нужно все переписать черновик хочу на веком все и осталось да но может быть и к лучшему это вам задание чтобы переписать понятно что конечно мы перепишем перепечатаем и факту что может быть и кучу что черновик то есть человек писал все свои как бы мысли да уже не ничего не подчищал вот но я начну не самой войны с предвоенных лет немножко она рассказывает пишет вообще себе своей семье вот и напишет до 1930 года мои родители жили в деревне татарникова называли эту деревню басалаева в общем то вот мы вот и вот моя бабушка на все совсем молодая здесь наверное ну лет 20 может быть мужа меньше вот я хочу сказать что и и в деревне басалаево и моей бабушке фамилия где в девичестве басалаева таисия ивановна басалаева она родом как бы получается этой деревне татарник который все называли басалаева вот на это напишет дальше под наверное потому что там жили почти одни басалаевы жили там мои деды бабушка елена дмитриевна и дедушка андрей ефимович вот было у них семь сыновей и две дочери вот она перечисляет какие были сыновья семен афанасий михаил борис иван это вот ее отец на таисе ивановна вот алексей и федор и дочери палат палагея и наталья в девятнадцатом году дедушку и бабушку вот кого напоминает елена дмитриевна 4 андрея ефимовича дедушку и бабушку раскулачили потому что у них были коровы и лошади да и семь сыновей было и они все работали зря не сидели была у них косилка сено косить дед сам делал косилку вот их раскулачили их увезли на вокзал в болотное а избу и все при все придворье забрали остались они ни при чем а когда сидели в болотном на вокзале двое суток то пришел какой-то мужчина и сказал им что вы тут сидите идите поезжайте домой а куда да да он то уже у них забрали заняли то есть вот так и они потом насколько я знаю жили у родственников бабушки и дедушки вот 1930 году переехали мои родители в деревню любяжья осаново дом перевезли из деревни татарникова а бабушка мое рождение 1926 ну то есть и было четыре года из деревни татарников дом в деревню любяжья осаново тято там работал тято так раньше называли отца там работал в кузнице кузнецом после работал делал людям из железа ведра котелки них варили суп картофель значит он ловил рыбу потому что кузница стояла на берегу реки лебяжки так звали речку река была большая глубокая в отличие как вот сейчас она же конечно сильно измельчала по берегам это и видно что берега большие высокие как бы видимо глубокая река была большая глубокая так весной всегда мост срывала перевозили через реку на лодках школа была вот интересно это 30-е годы до школа была в лебяжья осана до четырех классов сегодня 2018 год и школа у нас снова до 4 класса развитие на лицо за сто лет как-то учился дальше то ходили в юргинский совхоз в школу вот я ходила в пятый и шестой класс юргинский совхоз а седьмой класс заканчивала уже в 1950 году в школе рабочей молодежи нас тогда всех заставляли учиться совхоз ходили пешком зимой правда возили нас в школу в морозы в морозы это не всегда но сейчас слава богу хоть возят в 1933-34 году был голод я помню но смутно помню как брат лёня набрал сушки льняные полную рубашку и побежал с ними на улицу на плечах у него была веревочка лошадки играли и в дверях мама его встретила с водой шла с водой воду несла и отобрала эти сушки вот а он нес их мальчишкам угостить хотел но вкус этих льняных лепешек помню вкусные были а по рассказу мамы один раз мама зашла домой и на кухне на лавке лежит собачья голова мама говорит кто это принес а лёня ей в ответ мама это я мясо принес варится вари суп мама выбросила эту голову и сказала что собак не едят а лёня это брат моей бабушке было года четыре или пять тогда ну видимо кто-то ел наверно собак поэтому нашел эту голову начну голод был куда деваться конечно наша деревня лебяжья осаново была какая-то бедная только перед войной колхоз купил автомашину стали получать на труда дни побольше и урожай стал получше и тут вдруг в 1941 году война вот и опять началась голодовка нищета видите это еще один брат бабушки у нас брат мой был забран в армию в 1940 году то есть в марте за год до войны писал до войны еще что вышлите мне 30 рублей денег я сфотографируюсь и вышлю вам на память и писал наверное придется поздороваться с гитлером они уже знали что война будет он служил около границы ставропольской области местечко изобильный последнее письмо мы получили уже в войну и в этом письме он нам выставил всем картинки вырезаны из книг маме корову овечек тяде вкусненько кузнецы работают кузнецы мне куклы нарисованы так как я любила играть в куклы эти бабушка тогда самым последних своих дней в куклы играла в смысле нашила кукол нам очень много-много у нас настолько было сшитых игрушек вот ее руками но к сожалению ничего не осталось ребятишки же как играют конечно же все они там выиграли все там вся деревню весь вокзал мы жили тогда в санкционной части и коров она шила и все так вот она как с детства так это всю жизнь она эти кукол любила любила играть в куклы и гнине это вот ее сестра еще одна девочка сидит читает книгу да вот тетя Нина ой бабнина она у нас такая умная она бухгалтерна проработала книг все много читала и она мне вот оставила подарила нам от руки написано такой целые как сказать она от руки записано таких листах то четыре формата с шипрошитые толстые закуп там листов но много пословицы и поговорки очень много вот они у меня лежат и все их не я их начинала читать сколько раз бросала снова начинал как-то хочу тоже может быть и перепечатать как-то ну там собрано все интересно очень умно значит девочка читает книгу служил он от границы 30-40 километров и мы не знаем что там с ними было ждали письма от него долго а в 1942 году запросили через военкомат и нам пришло извещение пропал без вести в 1942 году он конечно или погиб или их там сразу в плен забрали в общем неизвестно что там произошло что-то с ними произошло я написала письмо в этот город изобильный жду ответ тятя басалаев иван андреевич родился в 1989 году забрали его в 1942 году 6 февраля а погиб он в апреле 14 числа этого же этого же года пробыл всего три месяца на фронте он писал нам что учили всего один месяц винтовку и сразу на передовую но он служил свое время до революции он служил в царской армии еще по призыву вот но видимо там служил не не как сказать он в форме все ходил он был жестянщиком то есть в общем-то к военному делу отношения бы по большому счету не имел ну кузнец был поэтому у его там приспособили такой работе по специальности приблизительно не так что увижу один месяц вы там винтовку держать научили кое-как и все и в бой чего-то не три месяца повоевали так нашли его могилу кстати дед вы принести фотографию томат ездил там армии что трубцова ездила на нашли этот камень обелиск там подписано это вот он где он не буду врать там написано сегодня есть когда значит мы когда мы его провожали то он когда прощался с нами то так сильно плакал на взрыв и прижимал нас к себе целовал говорил знали бы вы мои милые деточки как мне не охота с вами расставаться милые мои деточки когда в юрге посадили их на поезд и поезд отправился то за поездом бежали все провожающие плакали бежали пока поезд не скрылся мне было тогда 15 лет тятя говорит говорил а тебе то я не успел купить пальто так я не поносила пальто юности значит да перед войной не знаю как в других деревнях а люди жили бедно в домах в домах тогда не было ничего не мебели вот у него ушки любила ковры и полосы правда на поту под старостью вцелетно купила себе ковров полосе помню как так вот она любила тебе казалось что это достаток на это напишите не было ни ковров не паласов свет в деревнях был тогда жгли керосин лампы были а войну даже и не всегда был керосин то тогда пользовались светом от печи лучинками а когда ночи были светлые месяц светил в окна то при али около окна были деревянные лавки печь русская у нас была печь русская большая на ней спали по четыре или пять человек а кровать была деревянная была еще печка железная и дровами топили на русской печи хлеб пекли для того угля тогда не было за дровами ездили зимой километров 6 7 а летом лошадей не давали то посевная то уборка до войны народ жил то время бедно а когда началась война то на фронт забрали всех хороших лошадей и автомашину забрали с колхоза так забрали в деревне всю молодежь и мужчин до 55 лет тоже всех забрали и девчонок тоже много забрали в промышленность в заводы налоги стали платить большие военный налог был мы платили 1500 рублей это старыми деньгами а откуда надо было взять эти деньги на трудодни ничего не да не давали а ходили на базар и продавали кто что мог летом огурцы чеснок табак рубили продавали табак колхоз садил и вот кто хотел то значит брал его и то не ленился напишет рубили и носили продавали работали день и ночь днем скирдовали а ночью молотили не знаю каком году летом но этого летом было мама меня отправляет на работу а я стою в ограде и плачу говорю я есть хочу дай мне поесть вот так мы работали ставим нам трудодни палочки все полтора труда дня на них ничего не получали так так из деревни тут на бишь как-то перескакивает что вспоминает и как бы пишет там немножко не подряд так не из деревни татарников дом перевезли и поставили мои родители на берегу реки лебяшки так я уже написала дом построили рядом с домом где-то написала не знаю где может быть еще какие-то были записи но то что осталось построили рядом с домом дедушки семена этот дедушка звали его семен петрович дедушка моей мамы была у него бабушка то есть жена агафья звали бабка агафья она любила выпить был у нее сундук где она хранила деньги на деньги дед зарабатывал в кузнице да он был хороший кузнец и вот значит к нему все со всех деревень ездили возили все на починку гривени а ты бабушка давала им по гривеннику а тогда на гривенник можно было купить и на платье отрез подробности как она умерла так у деда семена и у бабы агафьич были дети перечисляют детей у моего вот константин это вот был это значит сын этого ее мама баба татьяна константиновна и вот константин этот отец ты вот сын этого деда семена так у моего дедушки кости была жена то есть моя бабушка звали ее анастасия петровна дед константин умер молодой было ему 29 лет у бабушки осталось четверо детей старшую звали клава она болела и рано умерла когда я был 12 лет остались у бабушки трое детей мама моя татьяна антонида сестра и николай маме было восемь лет а николаю три года жили они вместе дедом семена дом был у них большой в ограде в огороде всегда был порядок дед не любил чтобы порядку не было а в огороде в задистая в заду не написано стояла кузница там дед семен работал работал он ремонтировал веялки селки ездили к нему вся округа со всех деревень и еще дед семен лечил людей травами травы заготавливал сам это же к нему ездили приходили за травами даже знал корни чтобы дети были то есть у кого не было детей вот и там стояла кузница там у него был проведен телефон такой от кузницы до дома а телефон такой один спичечный коробок висит в кузнице один привязан дома и эту как бабку как сготовит значит обед дергает за коробок а там под звенит коробок гремит ему значит надо идти уже обедать когда маме моя татьяне было восемь лет умер на 4 не хоть отец опять кто-то повторяется она видимо решила переписать заново и перепишет сейчас я хотела дальше вот я прочитаю еще раз все таки значит умер у них отец было 29 лет тогда по рассказу мама дед костя то есть ее отец был умный читал книги что-то писал переписывался с москвой переплетал книги делать переплет на книгах было у них много книг но они их не сохранили то они значит остались остались только маленькие старые не думали не об этом чтобы сохранить по рассказу мамы и бабушки анастасии петровны жены деда кости константина константин умирал и перед этим перед тем как умирал подозвал всех к себе и стал прощаться с ними и говорил такие слова что вам оставить на память деньги оставлю то выйти деньги истратите и меня забудете а вещи износите а вот говорит дед кости оставлю я вам на память цветы огоньки и помните меня я как огонек расцвел и умираю но вот и правда мы его все помним и дети мои мои значит и моих детей дети тамара написала стих про своего прадеда кости и их дети уже ему праправнуки а деду семену петровичу это мой прадед а моим детям прапрапрадед значит и вот хочу прочитать стихотворение которое тамара ленична это вот . об этой моя тетя написала вот как раз вот об этом об этой истории завещание называется от лучины падал тусклый дымный след помирал на лавке мама нашей дед слушая как плачет ветер за стеной долго он прощался с дочкой и женой огоньки цветы есть в нашей стороне пусть они вам будут в память обо мне как цветы распустятся вспомните я был лес любил и речку вас родных любил но шептались люди выдумал цветы сыт то ведь не будешь с этой красоты не вещей не денег жизнь-то такова жизнь-то какова что же будет с настей в 20 лет вдова трудным было время голодал народ по россии крался девятьсотый год новую весною трепетно легкий сколыхнут мне по память поле огоньки не вещей не денег отходя в тиши прав прадед мне оставил часть своей души такие стихи вдохновили вдохновили ее вдохновил этой историей и вот жили они тогда были единоличники сами сели хлеб пшеницу рожь садили картофель была у них своя пасека мед был у них но это еще перед войной был у них бочонками продавали на пасеке держали пасечника он там жил давали землю на дел и называли на дело называли тогда и вот когда у моей мамы умер отец дед костя то дали землю надел сыну николаю и вот у них землю не отобрали а если бы не было у них этого сына николая то тогда то когда умер отец моей мамы остались бы только дочери то землю бы отобрали так рассказывала мама то есть вот три года было мальчику и вот ему надел оставь дали не было бы этого трехлетнего мальчика и все и иди померу женщина значит давай они только чуть-чуть стали люди жить получше а как получше также тяжело было опять пишет спали на лавках и на палате их на печах то же самое что опять напишет огороды копали вручную лопатами были лампы опять керосиновые со стеклом а когда керосин керосину было мало то свет горел без стекла так меньше шло керосина вот оказывается так кино нам деревне привезли первый раз когда мне было уже 13 лет получать 39 года 26 13 39 год 13 лет я помню ждали когда на улице будет темно кино крутили мотор что ли и один читал что было написано написано экране кино было немое так называли и первое кино нам привезли василиса прекрасно видите оказывается или даже стал первый фильм был селиться прекрасно вот а вот еще что когда не было керосина то делали сами свечки из жира делали фитиль в жир клали и он горел когда началась война то начали забирать на фронт молодых и пожилых тоже написала и девчонок повторяется она опять так празднуем правозаводы фсо на лесозаготовки так на 5 пишут отца забрали сейчас все просто повторять а потом раз там что-то другое так хорунка пришла тоже было да провожали важный тоже она идите это все уже на 5 пища как провожали был провожали значит на фронт жены и дети все плакали народу было много эшелон с новобранцами и все и все бежали за поездом как поезд пока поезд не скрылся бежали кричали плакали деревнях остались одни дети подростки да старые то есть пожилые так автомашина нашем колхозе была окупили эту машину как раз перед войной а война началась машину тут же забрали на фронт работали в колхозе день и ночь ставили 5 труда дней ничего не давали за них работали даром помню в каком-то году или 1942 или 43 получили мы два пуда хлеба пшеницы на труда дни а это была не пшеница отходы там был и жабрей но этого жабрея ноги подкашивались это мы получили на труда дни работали трое я и два брата на маму нас не работал у нее болела голова сильно и в 1943 году делали операцию в томске а как жили без хлеба хлеб пекли добавляли туда картошку терли очистки сушили и мололи их на мельнице ходили во вторую юргу пешком за мекиной там крупу около крупозавода была мекина и и сеяли эту мучку из этой мучки а там было мало муки а значит мекина в основном вот этой мучки пекли лепешки вот ходили пешком в поле 5-6 километров а пока идешь в поле с этими лепешками то эти лепешки опять рассыпаются опять превращается в мекину и вот берешь щепоткой это я даже помню когда сказал берешь щепоткой значит эту мекину и в рот и молоком запиваешь вот молоко было корова была но нам мало молока доставалось на налог то есть план было было сдать надо было сдать молоко молоко вот если месячный план не выполнить что остается на следующий месяц платили значит шерстью яйцами молоком военные налоги а нам был налог 1500 а где взять ведь деньги начнут я уже тоже писала ведь денег и мы не получали вот и ходили на базар продавали чеснок огурцы рубили табак значит колхозе значит лошади какие были в колхозе были горбок всех забрали а вот остались только горбатые хромы и которых не забрали на фронт пахали и баранили на быках дети работали с 8 9 лет дети пололи тогда поля хлебные поля хлебные были сорные хлеб возили на элеватор на лошадях сдавали государству план лишь мешки дети носили по двое сил было мало все были ведь полуголодные полураздеты на базар ходили пешком до юрги 12 километров так а до первого участка еще три километра носили все на себе когда доживали до лета и когда вырастали разные травы пучки щавель лизун солили а потом с его варили суп я на быках баранила помню идет идет бык и если захочет поесть траву когда идет до конца борозды или может лечь или стать пока не настоится отдохнет и не пойдет а дойдет до зеленой травы тут же хоть что делай с этим быком пока не поест травы и не пойдет на его говорили цоп цубе цоп цубе и он не думает с места трогать они погоняли этот цоп цубе и он не думать с места трогать они тоже понимали что это дети а взрослых быки боялись слушались а детей не слушались 1943 году когда мама лежала в томске в больнице в апреле месяце снега уже не было но и сено у нас все кончилось корову нечем было кормить кормили соломой и вот корову я выпустила в огород и она там у меня что-то наелась я утром стала пошла доить ее она лежит и живот у нее вздуло но она еще была живая когда вызвали ветврача то ветврач сказал надо ее прирезать и корову прирезали помню я до сих пор ее глаза какими глазами она меня смотрела жалобными я сильно плакала после этого даже волос на себе рвала кричала сильно я испугалась после того как корову зарезали то ветврач признал и сказал что это мясо надо закопать выбросить не есть у нас была в огороде яма старого погреба обвалившиеся вот и бросили эту корову эту яму и засыпали а когда все разошлись уехал ветврач то тут соседи собрались и достали эту корову обмыли разделали так и съели мы ее вот голод был как было да вот мясо взять и выбросить как с голоду пухли значит у нас были соседи филоновы бабушка просковья дедушка борис мама поехала в томск на операцию то ей не давали пропуск на билет на поезд так бывало никуда не уедешь до тех пор значит не давали справку пока она не подписала два центнера картошки то есть согласие подписала на два центнера картошки чтобы подписать надо было чтобы сдать два центнера картошки тебе разрешат поехать в томск казалось бы от ледяшанова да тут сколько туда того томска вот нельзя было выезжать из деревни вот такие были порядки вот и мама подписала а картошки у нас было всего два центнера ведь надо было нам посадить еще весной мало то есть уже разговора не шло то что самим кушать да хотя бы на посадку еще чтобы где-то там осталось забирали полностью все а мы без мамы не отдали эту картошку приезжали несколько раз а соседи вот эти бабушка дедушка нас научили что приедет чтобы говорить этим кто хотели картошку забрать что приедет мама домой из Томска и сама отдаст а мы не хозяева вот а у мамы долбили кость на голове за ухом был свитч головной ходила мама на перевязку в юргу пешку в юргу пешком вот один раз она уже доходила до деревни шитикова вот это от нашей деревни два километра и вот вот около дороги лошадь стояла председателя нашего колхоза сидоркина он говорит говорит маме ты татьяна больная садись на телегу и поезжай помаленьку а я пойду пешком до войны и после войны дрова и уголь не не продавали а как топили значит вот не пойду пешком так вот написано вот видимо кто что мог что ли написано не пойму и кричевали при них ходили березовку вот я неindustrie в какую березовку ходить получилось не может быть домаその город и mer готов присутника рублей ну что можетŞ имеет виду эти околки березовые околки да околки березовый значит значит корчевали benefyss дел и панасили на своих Плечах об ней были значит сильно Большие то есть корни старых деревьев даже как я помню сантиметров 50 60 ширины значит когда-то в нашей березовке напишет росли такие большие деревья значит салонцовки то есть салонцовском пруде был там значит ключ и вода там была светлая холодная из этого ключа бежала мы когда там были то всегда пили эту воду это время ходили за ягодами за грибами и почему-то не боялись а наоборот когда увидишь то обрадоваешься что люди ходят и веселее вроде становится ягоды было много и смородины калины да еще да еще что летом собирали да да еще топили вот еще топили летом собирали коровьи кизяки шевяки не знаю почему так их называли они сухие хорошо горят это коровьи лепешки высохшие кизяки это как украинцы на алтай так называли здесь вешевики на шевяка называли слышал такой 1944 году я пошла в фазео 49 учи вызывает как это на завод а как у нас сейчас потом училище стало сейчас колледжа тогда было фазео фабрично-заводское обучение фабрично-заводское обучение училась значит на формовщицу работали в заводе по 12 часов рабочий день был по 12 часов рабочий день был еще на составляли на два часа почти каждый день работать на оборону страны бесплатно заводе работали и завод за заводе работали завод заодно и строили а строили еще и заключенные в юрге были другие были лагеря мужскую лагерь был где-то около около первого участка сейчас уже воспоминаний о нем не осталось а вот она сейчас копия участка совсем другой стороны ну вот было ну в общем то вот на этом заканчивается воспоминания войне может будет еще какие-то есть бумажки я даже могу сказать ну вот такие вот воспоминания моей бабушки еще раз остались старосвета из старосветово таисия ивановна буддия вичестве басалаева